Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Стой. Я хочу домой. Твой дом теперь здесь. Это не мой дом. Без Синджоэт этот особняк ничего не значит. Решение принимаю я. Кроме того, ты носишь моего ребенка. Как я могу отпустить тебя? Я просто избавлюсь от него. Если посмеешь сделать аборт, то все члены твоей семьи последуют за ним. Даже не думай, что я не в курсе, как ты сегодня устроила утренний взрыв. Не хочу с тобой спорить. Возвращайся. Командир. Наконец-то вы очнулись. Все, учивание. Не двигайтесь. Почему я здесь? Потому что я спасла. А ты счастливчик. Падение с такой высоты обошлось без серьезных повреждений. Кроме того, и мои чудесные навыки помогли сохранить себе жизнь. Как сейчас, Анин? Есть новости? Я пыталась хоть что-то узнать. Но особняк усиленно охраняется. Даже ни одна муха не пролетит. Йой Мэй. Знаешь, что это за кольцо? И как оно связано со снежным лотосом? Этот узор. Он совсем такой же, как и шрамы на его теле. Должно быть, это кольцо убийцы. Так вот почему... Реакция Анин была такой бурной. Похоже, это было подстроено Хаментином. Он связан со смертью снежного лотоса? Только не это. Анид в опасности. Я должен спасти ее. Командир. Хаментин и мы с Ихай уже сговорились. Отправившись туда, вы попадете в ловушку. Ма Сы Хай? Он тоже в этом замешан? Да. Когда я вел своих людей в заброшенную деревню, мы попали в засаду Ма Сы Хая. Он тогда уже был в сговоре с Хаментином. Теперь многие в панике. Говорят, что в Юнчине сменится власть. И простых людей не ждет ничего хорошего. Все учевание. Надо кое-что сделать. Спасибо, Жоди. Да. Я все понял. Действуй. Подожди. Выпей лекарства. Все до капельки. Твои лекарства. Готов пить всю жизнь. Разве это не глупо? Иди. Хочу поздравить вас с восстановлением. Уж слишком ты любезен ко мне. Ты родился под счастливой звездой. Не только исцелил ноги, но и унаследовал должность. Вот где повод для праздника. Я дядя Ма. Это не так. Я еще не вступил в должность. На Синжоу напали. Его так и не нашли. Бегония, не выдержав потрясения, сошла с ума. В этой ситуации я вынужден взять все на себя. Это временно. Старший брат. Старший брат, где же ты? Старший брат. Госпожа, вам туда нельзя. Старший брат, ты здесь. Пойдем со мной петь, ладно? И правда сошла с ума. Бегония, не волнуйся. Братик скоро придет. Ты вовсе не старший брат. Ты плохой. Все хорошо. Она же просто сумасшедшая. Заместитель командующего великодушен. Я здесь совсем новичок. В будущем, во всех делах Юньчена, я буду полагаться на вас. Конечно. Обязательно. Кем Масы Хай возомнил себя, посмел оттеснить меня? Вы две собаки, что не поделят кость. Что сказала? Я. Лу Юн Си, я преподам тебе урок. Минтин, не надо. Не делай этого. Я же беременна. Не волнуйся. Это заставит страдать только тебя. Ребенок не пострадает. Нет. Старший брат, не надо обижать красивую сестру, хорошо? У нее в животике ребенок. Но она совершила ошибку. Может, ты понесешь ее наказание? Тогда ты будешь нежным? Минтин, Минтин. Я знаю, что была неправа. Обещаю. Я буду слушаться тебя. Дай ей уйти. Все женщины такие мазохистки. Немного побоев, и вы покорные. Не бойся его. Я с тобой. Никто не сможет тебя запугать. Анин. Пойдем. Старший брат поиграет с тобой. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Не она. Все еще не она. Старший брат. Кто она? Мерзавка. Так жаждешь мужчин, да? Прошу, пощадите меня. У меня никого нет. Нет. Они показали мне доказательства. Командир, не надо. Я забью тебя до смерти. Командир, я тут ни при чем. Убью. Командир, поверьте мне. Поверить? Как я могу тебе верить? Буду бить, пока не сознаешься. К сожалению, за все время только Мэн Суи Цяо напоминал ее. Если бы тогда он не был таким гордым, я бы, наверное, не стал его убивать. Мэн Суи Цяо напоминал ее. Похож. Очень похож на нее. Кто ты? Кто? Не разговаривай. Ведь ты Ду Линьян. Разве можно говорить мужским голосом? Спой. Представь, что я твой Лю Мэн Мэй. Спой. Но я не женщина. Сказал же не говорить. Хоть ты и похож на нее, но недостаточно. А-а-а. Вот теперь еще больше сходства. А-а-а! Бегония, а ты хорошо играешь? Жаль только, что я не Син Джоу. Мразь, даже став призраком, не отпущу тебя. Такие люди, как ты, уступают даже призракам. Думаешь, напугаешь? Если не терпится умереть, я исполню твое желание. Командир. Командир. Он жив? В таком случае, проявлю милосердие и в ад отправлю вас вместе. Так странно. Шпилька лежала у главных ворот. В чем дело? Откуда взялась эта шпилька? Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok